Всем привет! Давайте посмотрим тему, которую вы мне просите, загадываете. Периодически ее делают, этот расклад. Чем занят твой недоброжелатель? Что у него там происходит? К чему он там, может быть, готовится? Может быть, что-то решает? Нам все интересно, мы должны быть в курсе. Итак, вариант номер один. Кого вы загадали? Что за человек? Человек, чтобы понимать, ваш ли это вариант. Какой-какая? Что ты, кто ты? Какой-какая? Где ты? Что ты? Чем занимаешься? Не показывают мужчину либо женщину. Человек-праздник, человек-веселье. Все ему хочется, все ему нравится, чтобы все было легко, свободно. Но сам по себе этот человек какой-то легкий. То есть он не глубокий, не как бы в суть, не впадает. То есть здесь все как-то на поверхности. Нравится, все хорошо. Не нравится, иди лесом. Может легко, допустим, с людьми прощаться, так сказать. Вечно чем-то недоволен. Если этот человек когда-то кого-то любил, либо любит, до сих пор вспоминает. То есть вспоминает прошлое с тем человеком, которым расстался. Об этом думает, потому что какая-то зависимость от этого человека еще сохранилась. Если есть зависимость у этого человека, он с ними не борется и не собирается с ними бороться. Эти зависимости, ну, как бы присутствуют. И человек считает, что в любой момент от этой зависимости он может сам отказаться. Но это, наверное, все-таки не так. Чем живет? Что происходит? Чем занят ваш вот этот недоброжелатель? Чем? Что там? Как у него? Как настроение? Как дела? Что происходит? Что там такое? Ничего такого не происходит у этого человека. Он живет совершенно праздно. Один день похож на другой. Никаких событий здесь нет. Этот человек за кем-то наблюдает, обсуждает кого-то. Он мечтает, строит цели, планы, что будет делать в будущем этот человек. То есть здесь пока он наблюдает, он обсуждает что-то. И пока никаких движений здесь нет. По работе достаточно все как-то неплохо. По работе здесь, даже если какие-то конфликты идут, этот человек считает, что он их контролирует, что в принципе ничего такого страшного нет. Все терпимо. С деньгами все стабильно. Здесь ничего не происходит. Здесь человек у нас затаился, либо просто переживает какое-то время. Ему, может быть, нужна была эта пауза. С каким-то человеком не хочет общаться совсем. То есть избегает какого-то человека. Может быть, потому что дает какие-то не те советы. Может быть, пытается как-то повлиять на вашего врага. Но ваш враг с этим человеком вообще не хочет общаться. Хотя этот человек, который стремится с общением, он идет как с чем-то позитивным. Но ваш враг этого не хочет. Ему это не нужно. Если ваш враг в семье, жена от жены, замужем, между ними все спокойно. У них какие-то свои есть тайны, заморочки. Но, в принципе, дома все стабильно. Дома все хорошо. Ваш враг скучает по каким-то ярким эмоциям. Не хватает ему страсти, каких-то наполненностей, эмоций. Потому что как-то все блекло сера. Пришло ему какое-то сообщение вашему врагу. И он сейчас об этом размышляет. Он пока не знает, как поступить. Поэтому нет решения. Поэтому мы сидим и думаем. Мы сидим и размышляем, что нам делать дальше, как поступить. Здесь событийной никакой линейки нет. Здесь человек ушел в себя. Он как бы закрывается от общения. Он выжидает. Он выжидает, чтобы обстоятельства были более, как бы сказать, удачными для него. Либо какие-то события, которые будут в его сторону. То есть здесь пока выжидательная позиция. Мы что-то ждем. Ждет. Не могу сказать, как долго будет это все длиться. Но вашему врагу это состояние тоже не особо нравится. Потому что мы сидим и нам не хватает каких-то положительных эмоций. Так, человек у нас номер два. Кто он? Что он из себя представляет? Какой? Какая? Что ты? Кто ты? Какой? Какая? Что ты из себя представляешь? Ну, понятно, да, по королю, что это все-таки мужчина. Второй человек. Второй вариант. Этот человек может быть женатый, обеспеченным. У него может быть полная чаша. И квартира есть, и машина у него есть. И все у него замечательно. Потому что здесь показывают, что человек умеет считать деньги. Знает деньгам цену, так скажем. Опять же, этот человек, он, как бы сказать, консерватор. Он не мыслит, он не новатор, он не мыслит какими-то такими категориями. У него могут быть, знаете, он раб каких-то привычек, каких-то традиций. Что вот какие-то устои должно быть так-то, так-то и так-то. Вот. Вот такой вот товарищ. Давайте посмотрим, как у него дела, что у него сейчас происходит. Чем этот человек живет. Что у него там происходит. Сейчас мы все посмотрим. Вот. Пока не особо понятно, потому что мало информации. Сейчас разложу и буду трактовать. Здесь идут переживания за женщину. Я бы сказала даже, что здесь какая-то переписка с женщиной идет. Какое-то общение на расстоянии. То есть они не встречаются. Они общаются через интернет, через телефон. И ему как-то вот это не очень нравится. Может быть, то, что она говорит, то, что какие-то вот события в ее жизни происходят. Ему это не нравится. Может быть, он за ней следит и видит, как она живет замечательно. Ему это не нравится. Если ваш враг женат, у него есть женщина, то здесь он вкладывается в нее, в эту женщину. Он ее везде водит, по кафешкам, куда-то возит. Он в нее вкладывается. Если не женат, если он холост, то он ходит куда-то и знакомится с женщинами, их угощает, покупает какие-то подарки. То есть здесь он как-то вот показывает женщине, что вот он может, что он щедрый. Здесь, как бы он себя спокойно не транслировал, он очень-очень агрессивно настроен по деньгам. Если ему кто-то должен, он душу вытрясет, он деньги свои заберет. На сегодняшний день у него сейчас это очень острая проблема. Финансы. Непонятки какие-то с деньгами происходят, и ваш враг сейчас эту проблему с финансами решает, причем здесь в большом конфликте. Но это никак не связано по работе. По работе человек трудится, как-то решает свои вопросы, работа идет. Правда, как будто бы, знаете, либо меньше работы стало, либо вот как-то не получается, и не так идет, как хотелось бы, но ваш враг как-то эту проблему решает. А вот с деньгами-то здесь, да. Его это очень сейчас печалит, он этим пытается как-то вот заниматься, решать. Общение идет с близким окружением, это может быть его семейное окружение, родители. Здесь обсуждение планов, обсуждение каких-то планов на будущее. Возможно, покупка, крупная покупка земельного участка, либо дачи, либо построить что-то, что-то купить. Вот у него прям, они это обсуждают, и они думают, как это сделать документально правильно, и как деньги, чтобы на все вот это хватило, как это все вот совместить. Если у вашего врага есть дети или внуки, он за этих детей очень сильно переживает, он о них думает. Если детей нет, то переживает за то, что детей нет, собственно. Как это, люблю, хочу, да, детей, а детей нет. Ну, вот как, короче, переживает как-то так. Ему не хватает маневренности, свободы не хватает. Этот человек переживает за то, что он не всем людям может доверять. Ему бы очень хотелось ни от кого не зависеть, быть свободным и действовать так, как он считает. Но пока здесь проблема действительно острая, это деньги, это финансы. Из-за того, что с деньгами непонятки, непорядок, этот человек что-то не может начать, что-то не может сделать. И из-за денег, вот то, что их может быть нет, этот человек, у него встали все остальные планы. И это напрягает. Человек не знает, ваш враг, как повлиять на ситуацию с финансами, чтобы быстрее колеса закрутили, чтобы дела уже пошли на лад. И это вот сейчас сидит, голову ломает. Так, вариант у нас номер 3. Какой ваш враг, что, кого вы загадали, чтобы понимать, ваш ли это вариант. Так. Кто ты, что ты, какой, какая. Не показывают мужчина или женщина. Ну, человек не любит здесь каких-то перемен. Его все устраивает, когда день вчерашний похож на сегодняшний. Когда все стабильно. Работа, дом, дети там, не знаю, садик. Не надо ничего нового. Здесь человек абсолютнейший консерватор. Кстати, может быть очень даже злопамятным. Считает, что он, как судья, имеет право других людей осуждать, судить, выносить приговор. То есть здесь слишком много на себя человек берет. Потому что считает себя умным. Хотя по солнцу, да, не всегда правильное решение. Он спустя время понимает, что надо было поступить иначе, по-другому. Но может действовать просто на эмоциях. Он живет в каком-то своем мире, который не им создан. Как-то вот так. Допустим, родители, да, создали вот какую-то традицию, какой-то свой мир в семье. И человек повторяет, что он не придумывает, он инноватор. Здесь какой-то человек, вот знаете, какой-то непробиваемый, толстокожий и как танк, что вот считает, что он прав. Чем этот человек сейчас живет? Что у него происходит? Сейчас посмотрим, потому что здесь тоже как-то все не особо понятно пока. Так, что это такое? Почему такие карты странные? Так, у вашего вот этого врага, если есть пара, любимый человек, либо там муж или жена, между ними что-то сыпется, разрушается. Но оно, вот это разрушение, оно должно быть, потому что нельзя двигаться дальше. Надо что-то разрушить, чтобы двигаться вперед. Вот, и здесь этот человек пока думает, что же делать с этим всем. У них в паре не есть хорошо. И это как-то сказывается на состоянии, в общем и в целом, вашего врага. Он сейчас находится в ссоре, в конфликте. Причем здесь кто прав, кто виноват. Вот как-то вот между ними так. Он сейчас в состоянии какого-то невроза и, ну, как бы сказать, не войны, но в состоянии, когда надо что-то делать, надо срочно-срочно что-то решать. У них в паре дела не очень. Если ваш враг холост или одинок, то его это очень сильно печалит. Надо что-то с одиночеством делать. И мечтает, что вот встречу там себе такую любовь, что будут там то-то, сё-то. Ну, то есть вот не оставляет ситуацию в покое. Неправильное здесь идёт распределение финансов. Человек куда-то или потратился, или вложился, и деньги закрыты. Они либо недоступны, либо заблокированы, либо вот просто вложился неудачно. Что-то, может быть, купил и не знает, что с этим сейчас делать. Вроде бы купил покупку, а вроде бы и денег-то и нет. Вот и думает, как из этой ситуации быть. Либо заблокированы счета у нас, либо как бы не те средства, в которые мы бы хотели бы. Вот тут немножко не так. И на работе плохо. Если на работе либо какой-то человек уходит, ну, допустим, сотрудник уходит, друг такой, либо начальник уходит, либо ваш враг думает, как бы понимает, что здесь как-то всё печально, нету здесь карьерного роста, и денег больше не заплатят, и надо что-то с этим делать. Хотелось бы денег больше, а здесь не то и не сё. Размышления по поводу работы. Могут этого человека позвать на новое место работы, он думает, надо, не надо, потому что всё, опять же, упирается в деньги. С кем он советуется на сегодняшний день, так это его родственники. Это либо мама, сестра, либо взрослые дети. Здесь обсуждение именно с ними, и очень эмоциональные разговоры идут, и достаточно серьёзные темы обсуждают. И он не может молчать. Он, этот враг, всё рассказывает. Вот близкая родственница. Мне больше кажется, что это женщина. И обсуждает всё. И даже самое сокровенное. Допустим, если ваш враг ссорится со своим партнёром, маманька знает точно, маманька всё в курсе. И ещё даёт ему советы, которому врагу вашему не очень нравится. Ваш враг зависим от какого-то человека и тянет его сильно. Не знает, что с этой зависимостью делать. Чувствует себя, знаете, как в дураках, что с одной стороны мне говорят, с другой мне говорят, а я уже не знаю, что мне делать. Запутался. Надо принять решение. Этому человеку надо принять решение, а он тянет одеяло на себя. Он может эту ситуацию решить, в которой он оказался, но надо просто принять решение и что-то сделать. А этот человек вместо этого идёт на конфликт. Он не решает, он погружается в какие-то эмоции, и по итогу он путается, запутался совсем. Не для всех, я не знаю, потому что на кого я смотрю, но есть здесь такое, что, возможно, здесь измена. То есть не у всех это может быть такое, что кто-то изменяет, либо он изменяет, либо ему изменяет. И из-за этого чашка треснула. Здесь человек запутался, знаете, как оказался в какой-то паутине. Может быть, интриг других людей. А может быть, запутался, не понимает, как люди вокруг него мыслят, что им надо. Не буду под всех подстраиваться. Здесь он пока в одиночестве. Здесь он, вот и в этой ситуации, в которой он сейчас оказался, он извлекает какой-то жизненный урок. Это ему надо для саморазвития. Это в будущем надо. Сейчас надо. И он сейчас этот урок проходит. А из-за того, что он не слышит себя, свои потребности, а слушает всех остальных, он растерялся. В растерянности здесь человек. Он не готов воевать со всеми. Его не хватает энергетически. Он застрял в каком-то сейчас споре и не может пока оттуда как-то выйти. Он не видит ничего вокруг себя. Он видит только вот это. Так, ладно. Вариант у нас номер 4. Давайте посмотрим, кого вы загадали. Что это за человек? Какой и какая? Что ты, кто ты? Ну, выпадает у нас император. Карта мужская. Но я не могу здесь опять же сказать, что это точно. Вот допустим. Это человек важный, серьезный, либо бывший муж, либо начальник какой-то, либо человек в погонах. И он влиятельный. Может быть, начальница. Может быть. Потому что здесь человек железный. Здесь женщина может быть железная. И сама же от этого страдает. Человек может быть холостым, одиноким на сегодня. Но он мудрец. И он может совсем так позиционировать. Причем этот человек, вот если вот так карты смотреть, он может верить в закон, в правосудие, обращаться туда, либо считает себя сам судьей, принимающим жестокие решения. Хотя этот человек закрывается, не показывает своих эмоций, и ты не знаешь, как он будет действовать в следующий момент. То есть он долго принимает решения. Он, кстати, может советоваться запросто. Но человек очень железный, такой тяжелый. Но он рассчитывает только на себя. Этот человек никому не доверяет. Как он живет? Советоваться-то он может, но принимать решения будет самостоятельно. Независимо, да, что ему подсказали и о чем был разговор. То есть всех послушал и сделал по-своему. Как живет сейчас этот человек? Что у него происходит? Места мало. Вроде стол большой, а что-то как-то... Такой расклад большой, колесо. И вот он, император, выпадает. Он везде сейчас думает о своем. Он закрылся в себе. Почему? Потому что ему очень сейчас сложно принять решение. Сложно. И пока решение такое, так вот, которое есть, оно его не устраивает. Он ищет... Он ищет другое решение. Ситуация, в которой он оказался, она не совсем ему понятна. Предательство. Сейчас человек переживает предательство. У него сейчас спелена с глаз спала. Какую-то картинку он увидел с другого вообще угла. И считает, что надо было бы это раньше знать, увидеть. Но только сейчас. Почему-то он увидел человека в своем окружении совсем с другой стороны. и... И как будто бы... Что с этим делать, с этой информацией? Да как быть, что делать? Дома спокойно. Дома как-то разговоры спокойные за мир, за дружбу, за отношения. Дома нормально. А вот какой-то человек в окружении как будто бы проявил себя не очень красиво. И он иногда говорит себе о том, что либо как здорово, что я одинок, либо как было бы здорово быть одному. Иногда вот как-то мысли такие закрадываются. Он общается с человеком, у него есть один человек, и не показывают, кто, мужчина или женщина. Есть один человек, которому он абсолютно доверяет. И этот человек одинок, вот тоже одиночка. Вот они как-то обсуждают, и самые лучшие советы этот человек ему дает. С этим человеком они обсуждают какой-то конфликт. Они обсуждают конфликт, который длится давно. Здесь, вы знаете, как будто доступ к деньгам закрыт. Либо деньги как бы иссякают, уходят. Здесь что-то с деньгами вашего врага такое. То ли доступ к деньгам закрыт, то ли денег очень мало. Хотя работа есть, на работе все хорошо. А с деньгами как-то все не очень. как-то может быть, знаете, какой-то источник дохода стал уменьшаться, то есть денег меньше стало. Не нравится вашему врагу какая-то зависимость, зависимость от кого-то или чего-то. Непонятно. Он от этой зависимости пытается уйти. Ему не нравится, когда его держат как марионетку за гривок. И он пытается от этого как-то уйти. Он пытается противостоять кому-то или чему-то. Он пытается противостоять, чтобы не быть ни от кого в зависимостях. Вот думает как. Слушайте, здесь у него все под контролем. Враг все держит как бы сказать под ручкой, как это сказать, на карандаше. Все ходы записаны. Потому что он все контролирует и финансы, и работу, и друзей, и любовь, и работу, то и дом свой, и какое-то предательство. Тут все под контролем. И его везде хватает. Здесь больше, знаете, как сказать, человек эмоционально собирается в кучу, в кулак собирается. Потому что то решение, которое он примет, оно будет окончательным. И на чем-то поставлена крупная жирная точка. И это не должно быть, как ваш враг считает, не должно быть ни малейшей ошибки. Поэтому сейчас активно идет обсуждение. Самое главное, это сейчас ему хочется закончить какой-то конфликт. Ему хочется закончить еще момент какой-то зависимости, какой-то избавиться от этой зависимости, пока не знает, как. враг. Но везде и при всем и при этом этот ваш враг хочет сохранить лицо, сохранить достоинство, свое, как бы сказать, вот если он на работе, чтобы, как раньше все его уважали, почитали, что все так и оставалось. И для него это важно. Вот такой у нас был сегодня расклад. Темы вы мне накатали. я по очереди всех буду смотреть и раскладывать в коротких видео, в телеграм-канале тоже выкладывать. Вот. Поэтому всем спасибо. От себя, как обычно, желаю вам мира и добра.